Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире «Бизнес-технологии». Меня зовут Дмитрий Таран и мы в наших программах, которые уже идут третью неделю, мы поговорим о том, как зарабатывать деньги, эти разноцветные бумаги, которые очень помогают жизни, как это делать в новых условиях, когда Республика Крым вернулась в состав Российской Федерации и когда некоторые бизнес-возможности закрылись, в связи с тем, что у нас есть транспортная блокада со стороны Украины, но тем не менее некоторые бизнес-возможности открываются. В наших программах мы в основном, конечно, говорим о наших традиционных отраслях экономики, это торговля, это услуги, это транспорт, это отельный и ресторанный бизнес, однако само понятие предпринимательства, оно, как правило, заключается еще и в том, что это особый строй психики, это особый строй знаний, умений и навыков, и нельзя обойти такой бизнес, о котором, как бы, много не говорят, но тем не менее он всегда присутствует в жизни, это MLM или сетевой бизнес и мы сегодня поговорим об этом явлении, об этом способе предпринимательства, способе стояния на земле и для этого у нас в гостях Александр Богатко. Это человек, который 10 лет работал в дистрибьюции, он маркетолог, он продвигал определенные товары FMCG, то есть те товары, которые стоят на полках супермаркетов, он бизнес-тренер и также лидер одной крупнейшей сетевой компании у нас в Республике. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Дмитрий. Давайте об MLM, такое, знаете, сетевой маркетинг, ой, что вы, как можно и так далее, давайте вот мы об MLM поговорим во второй части, а сейчас в начале, поскольку наши слушатели это люди, которые, ну, просто такие же предприниматели, как и мы с вами, да, либо молодые люди, которые хотят стать предпринимателем, давайте поговорим вообще вот о том, что это за люди, чем они отличаются от вольнонаемных, чем они отличаются от людей, работающих в бюджетной сфере, то есть людей, которые работают за часы. А вот что такое предприниматель, чем его едят? Ну, предприниматель, наверное, в первую очередь нужно отталкиваться от того, что человек, который решил в первую очередь взять ответственность на себя и попробовать себя в том или ином направлении. В зависимости от того, предпринимательство, вы правильно вначале сказали, может быть, в сфере предоставления услуг, да, если брать общую тенденцию, в основном предприниматели, все, что связано с продуктами питания, вещами, да, продвижением, вот, то здесь основным моментом является, наверное, то, какую идею и, наверное, все равно философию сам предприниматель, предприниматель хотел бы донести к людям. И здесь, в принципе, не имеет значения, сколько вам лет вы достигли совершеннолетия, да, по законодательству Российской Федерации, вы можете уже полностью развивать любое предпринимательство. Хорошо, сразу же следующий вопрос. Ну, вот, есть человек, ему там 18 лет, да, совершеннолетие, это у нас 16 или 18? Ну, паспорт получает. 14. Ага, и уже можно быть предпринимателем? Ну, предпринимателем, ну, в зависимости, какие виды деятельности, да. Хорошо, ну, вот, вот, молодые люди, вот они закончили школу, по-хорошему, да, и они могут выйти в свободную жизнь. Какие знания и навыки нужны для того, чтобы, ну, как бы, базовый средний курс школы, базовый курс средней школы, как бы, есть у всех, но предпринимателями становятся, ой, как далеко не все? Ну, если взять предпринимательство, в котором будет команда, или нужно построить команду, то здесь, конечно, в первую очередь нужно будет, чтобы сам предприниматель овладел или овладел навыком таким, как организация и построение команды. Но многие молодые на сегодняшний день предприниматели используют такое направление, как интернет, и по всем тенденциям, просчетам, ближайшие 10-20 лет, очень много чего и уйдет в интернет, потому что поколение, рожденное с 80-х до 2000-х годов, их называют миллениум поколения детей, то есть информационного века, которое более сегодня использует интернет-технологии. И в интернете сегодня могут, в принципе, от безоплатности до платной основы обучиться навыку организации построения команд, умению провождения переговоров, более кто хотел бы сразу эффективней развивать свое предпринимательство, попробовали и пробовать себя, конечно, в работе с коучингом, в коуче, когда коучинг, да, обучающий момент, непосредственно с наставником можно пообучаться, и на какие ошибки и проблемы могут быть открыты, вот, то здесь, конечно, первое, это организаторские способности нужны, организовать, понять, что из чего берется, вот. А следующий момент, это какая идея и с чем связано предпринимательство. Поэтому на сегодняшний день молодежь рассматривает варианты, если взять те же социальные сети, уже кто-то даже навык какого-то своего творчества, например, того же вязания, там, выпечка, фотография, уже продвигает в социальных сетях, среди своих друзей, знакомых, вот, в паблик продвигает, и это все лайкается, да, как на сленге молодежи, делаются репосты, бесплатная реклама, и вот так вот постепенно, постепенно человек понимает, в какую, наверное, нишу ему бы хотелось. В принципе, у нас на прошлой, на позапрошлой неделе в гостях были представители ремесленной палаты Крыма, которые особо педалируют, вот, то, что люди делают сами, начинают гончарных там дел и заканчивая той же выпечкой, кстати, даже есть в категории, там есть регистр, ну, список, реестр, какие виды предпринимательства частного подпадают под ремесла, там есть и выпечка в том числе, и я к чему, что есть государственное финансирование, субсидирование вообще вот этого мелкого предпринимательства. Хорошо, такой вопрос, вот если взять молодых людей, там, 12, 13, 14 лет, вот они уже школу заканчивают, думают о том, что будет в будущем, понимают, что папа с мамой чем-то прикроют, да, есть ли смысл, по вашему мнению, делать вот этот коучинг, еще начиная с этого возраста, чтобы взять и ввести человека в какой-то вид деятельности, чтобы человек уже потрогал руками свои деньги, не папиной с маминой, а те, которые он заработал, вот, чтобы предпринимателей растить, как, я не знаю, там, в оранжерее, выращивать, выращивать их более, ну, плодовитыми, более мощными и более такими харизматичными. Я понял. Ну, смотрите, Дмитрий, здесь как раз-таки уместный вопрос, будет ли каждый человек предпринимателем, не в каждой же семье все предприниматели, есть госслужащие люди, да, и, как вы сказали, люди, которые ходят на работу за часы, вот, и получают зарплату. Это, конечно, все идет и от того, с истоков, наверное, семьи. Почему? Потому что первые как раз учителями по зарабатыванию денег детей являются их родители и их примером. Вот, как раз-таки, если с детства это правильно выстраиваются, эти денежные отношения и понимание у ребенка с точки зрения родителей, то, конечно, отношение к наемному труду или работы на себя будет уже закладываться с самого раннего детства. А, в принципе, конечно, на принятие решения быть предпринимателем или каким-либо человеком в этой жизни, да, стать личностью, это все зависит от индивидуально каждого принятого человека решения. И здесь важную роль играет, конечно, окружение, социум, в котором человек рос, вот, окружение близких. Не могу не задать вопрос насчет вашего окружения, вот, как вы стали предпринимателем, вот, дистрибьюция, да, в компании, отдел маркетинга, чем вы занимались, насколько семья, насколько окружение тогдашнее в школе там и так далее, это же был еще Советский Союз, насколько я понимаю. Ну, уже я родился в Херсонской области, вот, заканчивал украинскую школу в 2001 году, поступил в Симферополе в факультет от Одесской национальной юридической академии, у меня высшее юридическое образование, но вот как раз-таки уже на четвертом курсе искал для себя как студент подработку, поэтому на тот момент для меня самое интересное показалось, что вот общение и умение научиться общаться с людьми, ну, сам я по себе общительный человек, хотя, вот, вы сказали за образование, у меня семья не предприниматели, это госслужащие, и о предпринимательстве, наверное, это то, что со стороны с детства нравилось больше всего, вот, эти рыночные отношения, почем, когда ты маленький ребенок, там, жвачки, конфеты, да, потом уже там, ты понимаешь, когда ты делаешь покупки, тебе уже родители эту ответственность, когда ты покупаешь, ты начинаешь мониторить рынок, думаешь, где дешевле купить, чтобы какие-то карманные деньги были, то, наверное, предпринимательству способствовало сама, ну, сам опыт работы в продажах, когда ты общаешься с людьми, которых есть, ну, которые являются предприниматели, и ты видишь, насколько все-таки, ну, большая разница, отличие от наемного труда, и когда ты предприниматель, но, как раз, ошибка большинства людей в том, что думает, ну, картинка красивая, люди покупают картинку, но никто не знает, как человек стал предпринимателем, и какой путь он прошел, и что он для этого сделал, чтобы достичь тех высот, да, или, наоборот, почему он не развивается, потому что, в основном, люди пытаются скрыться за такими причинами, там, не то место, да, там, я открыл не те вещи, не в то время, а на самом деле, вот, были бы знания, то многих бы предпринимателей, ну, тенденция развития была намного лучше, почему, потому что, ну, статистика, что в Украине, что в России, ну, предприниматели, там, в течение нескольких лет, до 80% вновь открывшихся предпринимателей закрываются, вот именно по причине отсутствия знаний и навыков. То есть учить их все равно нужно, а по большому счету, кроме жизни, кроме семьи, кроме окружения, ничего не учат? Бесплатно. Бесплатно? А, ну да, да, то есть есть... А можно научиться за деньги, но мало кто хотел бы вкладывать себя, почему? Потому что, ну, принцип психологически так устроен, и мы, что мы до 80% вкладываем в себя, в еду, там, вещи, а в тот инструмент, который может нас сделать богатым, бедным, здоровым или больным. Ну, это тот, который вверху нашли. Да, 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 это голова наша, в нее как раз-таки вкладывается очень мало. Поэтому основным, вот, наверное, основной причиной, почему сегодня малое количество предпринимателей или людей, которые бы хотели развить себя, это вот как раз причина состоит в том, что люди не знают, как и боятся, живут за социальными какими-то страхами, что вдруг не получится. Ну, то есть, если ты и не попробуешь, ты, в принципе, и так не поймешь, получится оно или не получится. Ну, да. Но, с другой стороны, я понимаю так, что вот маркетинг, продажи, продвижение, дистрибьюция, все вот эти люди, которые там стоят в супермаркетах и пытаются там сделать какую-то выставку, презентацию какого-то нового продукта, это профессия категории человек-человек. Это надо, ну, так называемая холодная встреча, холодная продажа, это надо с незнакомым человеком заговорить, это надо с незнакомым человеком рассказать какой-то скрипт, какой-то сценарий, последовательность тезисов, нужно показать, дать ему потрогать продукт и нужно, в конце концов, чтобы сделка состоялась, чтобы там деньги упали и кассовый аппарат, дзинь-дзинь, произошло, вот это событие, ради которого все дела делаются. Тут наверняка есть у людей много психологических зажимов, затыков, потому что люди общаются мало. И вот незнакомому человеку заговорить, особенно молодому человеку, особенно мальчику 18-летнему, который еще девочек-то толком не знает, наверное, это психологически непросто. Ну, в большинстве случаев так оно и есть. Но здесь, наверное, знаете, вот говорят, что у меня от жизни хорошая, да, там кто-то начинает что-то развивать в себе. Ну, как уже по опыту своей предпринимательской деятельности могу сказать вам, что в первую очередь все зависит от самого человека. Человек, который принял решение стать предпринимателем, не имея значения в каком виде направлении, он понимает одно, что в этом направлении ему нужно стать профессионалом. Если он не принял этого решения, то, поверьте, успеха не будет в нем. А, ну, то есть как бы не будете, лишь бы... Да, как бы попробовать, но так вот и получается, в принципе, сегодня, наверное, бизнес процентов 60 предпринимателей так вот. Ну, сегодня не те социальные условия, там еще что-то не так, а там погода не такая была. А сегодня просто лень вставать? Да, сегодня просто еще как-то, да, там долги надо давать за товар, деньги, там еще что-то. То есть если бы человек изначально бы понимал, что ему не хватает, он бы искал в этой отрасли специалистов, и он бы обучался и понимал как. Потому что в классическом предпринимательстве, если мы возьмем отличие там от MLM, да, направление, в классическом предпринимательстве вас никто не будет обучать просто так, потому что это... Я могу сам себе вырастить конкурент. Условно, мы с вами друзья, да, и я прихожу к вам, говорю, Дмитрий, я тоже хочу вот такой же магазин, как у вас. Ну, а смысл вам меня обучить, чтобы открыл я точно такой же и, наверное, не как где-то рядом. Ну, да, и до рынка отхватил. И забрал сюда ваших клиентов, которые вам сегодня приносят прибыль. Поэтому вот в этом плане, что MLM, очень людям, многим интересен в том, что они могут абсолютно безоплатной основе обучаться. Причем обучаться у тех людей, чей стиль жизни, чей нравится доход. Картинка. Картинка, да. В каком доме живет, на какой машине ездит. Совершенно верно, совершенно верно. И как модельно выглядит жена, например. Да. Поэтому есть основное, знаете, правило вот в сетевом бизнесе, это то, что если ты хочешь, куда-то прийти, найди там человека, который уже есть, и повтори его путь. Ну, то же самое может быть и в классическом предпринимательстве. Но люди не готовы платить сегодня за знания. Это вот ошибка большинства. Люди готовы платить были за университеты, да, там, за пять, за шесть лет. Ну, за диплом. За диплом, да, 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 уже пластиковый. Да, вот люди готовы платить деньги, но потом готовы свою профессию даже не использовать, а уйти совершенно в другую отрасль. А пять лет было потрачено. То те же, то же время, если его направить в сетевом бизнесе, то будут совершенно кардинально другие результаты. Уважаемые радиослушатели, сегодня тема такая. Она и необычная, и скандальная, и как бы у многих людей, вот даже вот сейчас перед эфиром мы встречались, а, сетевой маркетинг, и сразу срабатывает отбойник, а некоторые люди, наоборот, достигают космических успехов, ну, что касается картинки. И мы здесь вот построили первый блок нашей программы таким образом, чтобы выйти на разницу между классическим бизнесом и MLM. А поскольку и те, и те профессии категории человек-человек, все происходит в результате общения, все равно продажи это происходит в результате общения между продавцом и покупателем, то разница между MLM и обычным бизнесом заключается в том, что за долю рынка никто не борется, а она получается какой-то вложенной для всех. То есть доля рынка в MLM, получается, принадлежит всем, и там никто не сражается за долю своего магазина. Совершенно верно. Да, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, а потом подробненько рассмотрим, что такое MLM как бизнес, чем он отличается, какие каналы продаж, как вообще осуществляется, ну, обогащение, скажем, таким простым словом людей, и какие, собственно говоря, услуги оказываются покупателям либо людям, которые попадают в эту систему. Давайте уйдем на небольшой перерывчик и вернемся через пару минут. Бизнес-технологии. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Возвращаемся в студию «Бизнес-технологии». Наша программа, в общем-то, предназначена для того, чтобы рассказывать нюансы того, как зарабатывать деньги. И у нас сегодня в гостях Александр Богатько, предприниматель, маркетолог, дистрибутор, бизнес-тренер и лидер одной из крупнейших сетевых компаний в Республике Крым. Александр, мы с вами в первой части нашей программы обсудили, в общем-то, предпринимателя с точки зрения, разложили его на составляющие. Кто он, что он, как он думает, что он хочет, чем он отличается от вольно-наемных, да? И плавненько так подошли к тому, что MLM-компании, ну, сетевый маркетинг называется MLM, и классическая дистрибуция, да, они имеют много общего, тем не менее, в чем-то отличаются. Вот я точно знаю, и мои знакомые работали в разных сетевых компаниях, там есть направление косметики, есть направление, там, ну, более-менее подпадающее под аптечный бизнес, да, есть все, что связано с гигиеной личной, со здоровьем и так далее, и так далее. Вот в чем разница в продуктах? То есть если есть продукты аналогичные, либо почти аналогичные в классической дистрибуции, то MLM все равно держит свою отдельную нишу, хотя на самом деле, вот в чем разница, за что, в чем конкурентное преимущество? Во-первых, отличие сетевого бизнеса от классической дистрибьюции, в первом том, что это, то также является концепцией продвижения товара и услуг на рынок, но основным ключевым моментом является то, что каждый человек становится независимым дистрибьютором, и здесь роль как раз каждого человека, но тем не менее работы в команде, она есть. И в первом, во втором случае организовывают товарооборот. Но только в классической дистрибьюции, если мы возьмем, есть производитель и есть ряд посредников от импортеров, крупных дистрибьюторов до того момента, пока продукт попадет на прилавок, и мы покупаем уже его со стопроцентной ценой, то какая-то разница получается в наценке от завода до конечного потребителя более 60%, то в сетевом бизнесе есть производитель, есть какая-то затрата на логистику, то есть доставку, есть какие-то свои офисы, склады или магазины и продвижение. И вот эта разница в том, что человек вот эти 60% он не переплачивает за продукт, а он их получает в виде маркетинга, в виде того, что может заработать. То есть эти 60%, которые являются наценкой, которую потребитель все равно платит кому-то, из этих 60% участник самой маркетинговой дистрибьютивной системы может часть получить на себя? Себя. Совершенно верно. То есть, если взять ниши, правильно вы сказали, что есть направление косметологическое, есть и с посудой, связано много-много всего разного, и очень много компаний, которые развиваются по принципу сетевого маркетинга, по принципу сетевого бизнеса, то доля очень большая в мировой экономике, это больше 150 миллиардов ежегодно делается товарооборот. Именно сетевым способом? Совершенно верно. И очень много компаний, с которых товарообороты более 5 миллиардов долларов и более. То есть и в этих компаниях очень много дистрибьюторов, это миллионы людей. И основной момент в том, что я бы даже в сравнении сделал с классическим предпринимательством, почему именно с классическим предпринимательством? Потому что любое предпринимательство, даже пример того же магазина, взять с косметикой, и в отличие от MLM, то это локальный уровень, я привязан к месту, и я привязан к покупателям на данной территории. Ну да. То в сетевом бизнесе я не привязан локально, я как вольный плаватель могу поехать в любой город, в любую абсолютно страну другую, если есть там данный продукт, и могу осуществлять товарооборот для этой компании. И компания вам выплатит потом вашу. Ну, я попробую перевести на такой более-менее понятный язык. То есть, если у меня есть имя, и я в структуре самой компании, то я могу находиться в Тюмени, в Волгограде, в Владивостоке. И если я осуществил там продажу, хитрым вот этим способом MLM-овским, то люди будут у себя на складе в своем городе получать из-под меня, где бы я ни находился. Ну, если вы лично продали для человека, да, человек, ну, получает это, ну, как ваша личная продажа. Но со временем уже очень много компаний в сетевом бизнесе, которых есть история не просто там более 10 лет, а больше 30 лет, более 40-50 лет. И эти компании такие, знаете, как можно сказать, киты в мировом бизнесе. И сегодня тенденции развития все выше и выше. То здесь основной момент в том, что почему человек принимает решение начать этим заниматься. И как человеку правильно выбрать решение, с какой компанией. Потому что предложения разные есть на рынке. То здесь основным фактом и для меня являлось то, что продукт, инновационность его, это принцип построения филиалов, что можно было как сеть выстроить. И момент в том, что ниша должна быть свободной. И вот сегодня, если взять, и всегда было престижно, и занимаются люди трендовыми вещами, то есть то, что пользуется сегодня спросом. И сегодня я очень рад тому, что направление индустрии здоровья, велнос-индустрия очень больших набирает оборотов не только на территории России и других странах. И в этом направлении сегодня не так уж и много компаний, которые могли бы говорить о том, что у нас есть продукт, который может удовлетворить 100% потребителя все запросы. Здесь будут люди как раз-таки основаться от того, насколько дистрибьютор, вот вы как говорите, да, я буду находиться там в Тюмени, а продам продукт условно в Москве, вы можете использовать даже телефон. Но вопрос в том, насколько вы качественно проконсультируете меня. Отличие, что в магазинах и в сетевом бизнесе продукт очень качественный, и в сетевом маркетинге как раз-таки в компаниях очень качественный продукт, потому что невыгодно делать какую-то подделку или плагиаты, да, там, на данный вид. Поэтому в основном распространение идет только среди дистрибьюторов, а нет магазинов. Я понял. Давайте вернемся вот именно к качеству. Я понимаю так, что в аптеках существуют определенные там наборы продуктов либо лекарств, которые там предназначены, ну, если говорить о системе... О здоровлении. Да, о профилактике и оздоровлении. Я знаю, например, что у нас огромное количество отелей, помимо того, что продают пляжный бизнес, ну, пляжный туризм, у них есть свои пляжи, у них есть инфраструктура под море и так далее, но тем не менее основу их бизнеса составляют медицинские программы, которые они продают даже не летом, а больше всего осенью в привязке к нашему горному сухому климату и к весне, ну, и к зиме тоже. И получается, что ваше направление связано с оздоровлением. Ну, например, люди приезжают, у них песок в почках, им надо вот просто в течение, там, 21 дня, там, сколько они там взяли путевку, им надо что-то пропить, какие-то, я не знаю, минералы, какие-то экстракты каких-то очень специфических растений, то, чего и в аптеке-то на самом деле нет. Я хочу подвести к тому, что существуют ли конкурентные преимущества у продуктов MLM относительно массовых продуктов? Ну, безусловно, есть. Есть. Почему? Потому что это разработки людей, которые, ну, лично я знаю, есть продуктов очень много, которые продаются по принципу сетевого маркетинга, которые удостойны Нобелевской премии за действующие компоненты, вещества, которые есть. Во-вторых, это то, что продукт действительно качественный и рабочий. Почему? Потому что в любом виде продаж очень важной основой является повторный заказ человека, чтобы он снова купил. И не имеет значения, где вы это покупаете, в магазине или лично там у меня, или вы кому-то продаете. А можете привести пример, не называя имен, там, вот реально из вашей практики, а люди там, ну, проблемы со здоровьем, они что-то купили, и была и повторная, и послеповторная, ну, покупка какого-то продукта. Ну, просто кейс. Ну, я могу привести пример элементарно с той же личной гигиеной даже, потому что это тоже касается здоровья, и такой, ну, процент повторных покупок у меня в моей сети составляет более 70% повторной покупки. Почему? Все только из-за качества продукта, вся сертификация и признание. И признание не только нам на уровне России, там, или Европы. Вы сейчас переводите разговор вот в какие-то формальные сертификации, признания и так далее. Для людей есть ли после применения этих продуктов эффект для личного здоровья? По коже, по сердцу, по давлению, по песку в почках, по каким-то вещам, которые, ну, анализы, наверное, не ходят, не сдают, но по себе чувствуют? Дмитрий, ну, я как не... У меня нет медицинского образования, могу от себя сказать то, что направление непосредственно со здоровьем, да, то, что связано, ну, ни в одной компании нет ни, знаете, как говорится, такой чего-то, это не панацея, выпить какую-то капсулу, да, там, и человека все, оздоровился или еще что-то. Есть продукты, и как раз-таки профилактической медицине в нашей стране очень мало уделяется внимания, очень мало. И вопрос, наверное, отношения своего здоровья и качества своего здоровья, это ответственность лично каждого человека, и вот как раз-таки профилактическое направление, связанное со здоровьем, сегодня набирает обороты. И в тех же санаториях пока, ну, вот, я не знаю, чтобы так на государственном уровне прямо это было все в здравницах, но если бы, ну, предположить, что это могло бы быть, то коэффициент, наверное, не только благодарности, но и здоровых людей в нашей стране было бы больше. Вообще, вот вопрос оздоровительно-профилактической медицины в Советском Союзе был развит достаточно сильно. Тогда медицина, в общем-то, строилась на трех китах. Это стационар, поликлиника, курорт. Мы живем в Республике Крым. Артек, санатории, профилактории и так далее, они все базировались на том, ну, понятное дело, государство это спонсировало, что люди, работающие в промышленных загрязненных городах, там, типа Челябинска, там, металлургические комбинаты, промышленные комплексы, в Запорожье, они сюда приезжали, они получали заряд бодрости. Это все осталось в нашем климате, но получается, что ваши продукты, они могут стать каким-то дополнением к тому, чтобы это еще более было эффективно. Совершенно верно. Наверное, будет самый правильный, да, вот ответ, это как раз-таки дополнением, потому что нельзя исключить А, потому что есть Б. Вот это, наверное, да, будет самый правильный ответ относительно того, что дополнение к тому, что есть, потому что, ну, Крым здравницей всегда был, и чем мы славимся, все, наверное, века знают. Уважаемые радиослушатели, сегодня тема нашей передачи «Бизнес-технологии» нашей программы, которая выходит уже третью неделю, посвящена особому направлению бизнеса, это MLM, либо сетевой маркетинг. О нем многие люди слышали, чего-то знают, чего-то не знают. У некоторых срабатывает отбойник, но посмотреть на механику, посмотреть на ассортимент, на продуктовую линейку, вообще не называя компанией, а просто посмотреть на механизм, на маркетинговую философию, концепцию продвижения нам показалось стоит, потому что многие молодые студенты, школьники, интересующиеся тем, как они будут зарабатывать, часто задают нашей редакции вопросы, а, собственно говоря, расскажите темы. Даже есть такая поговорка, вы нам не рассказываете вообще про деньги, схемы покажите. Ну вот мы и пытаемся в нашей программе некоторые схемы озвучить. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, буквально на одну-полторы песни, вернемся и поговорим об успешных кейсах в этом бизнесе. Бизнес-технологии Уважаемые радиослушатели, само название нашей программы говорит о том, чем мы занимаемся в эфире. После вчерашнего эфира мне дозадали, например, вопрос, вы что, взяли денег для того, чтобы рекламировать там текстильный магазин, а перед этим у нас был в эфире директор туроператора и турагентства. Нет, на самом деле наша главная задача заключается в том, чтобы для людей, которые, например, в результате перетурбации на работе лишились заработка, либо которые думают о том, как увеличить свои доходы. Мы на самом деле в наших эфирах пытаемся рассказать о некоторых бизнес-направлениях, о некоторых отраслях экономики и о некоторых бизнес-схемах, которые могут людям с низкой капитализацией, то есть когда денег на входе мало, а что-то делать нужно для того, чтобы выжить. И вот для того, чтобы эти схемы уложить в голове наших радиослушателей, мы каждый день с 15 до 16.00 говорим о бизнес-технологиях. Сегодняшний эфир посвящен направлению, которое называется MLM или сетевой маркетинг. И у нас в гостях Александр Богатько, предприниматель, бизнес-тренер, дистрибьютор и лидер одной из крупнейших сетевых компаний в Республике Крым. И мы говорим ли в первой части нашей программы о психологии предпринимателя, о том, какими навыками и какими умениями должен он обладать, а потом мы, собственно говоря, остановились на разнице между классическим бизнесом, классической вертикальной дистрибьюцией и сетевым маркетингом, когда все происходит по сети. Я сразу вспоминаю вот эти три колонны Садукеи, Фарисеи и Есеи. Есеи – сетевики, у них горизонтальная структура, а Садукеи – это жесткая вертикаль, как у Папы Римского. То есть, получается, мы сейчас говорим о Есеях. Александр, давайте поговорим о том, каких результатов люди добиваются в этом бизнесе по сравнению с классическим. Ну, во-первых, здесь любой человек может быть успешным в этой отрасли, в этом направлении. Почему? Потому что сам принцип, почему располагает много людей, многих людей начать заниматься сетевым маркетингом, это в первую очередь то, что он получит личного тренера. И здесь, наверное, такой же пример могу привести, что вы к кому бы обратились, к эксперту или не к эксперту? Конечно, к эксперту. И у вас здесь есть право выбора. Вы можете найти того человека, ту компанию, именно с продуктом, который удовлетворяет ваши запросы, и обучаться и работать в паре с тем человеком, который также вы полностью, как правильно мы говорили в первой части, вам нравится картинка образа жизни и стиля жизни, и все, что есть. И вот поэтому, когда человек принимает решение начать что-либо, он должен для себя определить те качества, которыми он должен овладеть в ходе обучиться. Почему? Потому что, если я, к примеру, возьмем преподаватель, преподаватель на протяжении пяти лет обучался в университете, и потом на практике с годами, с годами отачивал мастерство. То же самое и здесь. То же самое с классическим предпринимателем. Но разница существенная в том, что, чтобы открыть классическое предпринимательство, вкладываются деньги, и есть какой-то энный период времени, может быть, год, два, три, когда хотя бы выйдет в ноль предприниматель и начнет что-то зарабатывать, то в MLM бизнесе люди зарабатывают с первых дней и могут зарабатывать. Почему? Придуром даже свой личный пример. Я был из той отрасли, из той категории людей, которые не понимали, как эта индустрия работает, и сугубо на доверие своему другу начал пробовать пошагово делать то, что он мне рекомендовал. Почему? В этой системе нет руководитель подчиненной отношений, в этой системе нет указаний, здесь все носит рекомендательный характер. И тебе рекомендуют. Но вопрос в том, что есть ли система. Система есть тысячи по зарабатыванию денег, но используется самая простая, где меньше ответственности всего, люди ходят на работу. А когда говорится система в сетевом бизнесе, то очень важно по какой системе работают. Я когда увидел систему в компании, в которой я нахожусь, то я понял, что она не сложная, и здесь просто нужно стать каким-то определенным человеком. Экспертом тоже в этом направлении. И соответственно, когда на уровне лестничной расти будешь ты в этой компании, соответственно, с маркетинг-планом, ты будешь и, соответственно, зарабатывать. То вот, когда я начинал, и там за буквально первые три с половиной недели еще тогда при Украине доход составил что порядка почти 9 тысяч гривен, то я был очень сильно удивлен, потому что работая по 13-14 часов и дополнительно 2-3 часа уделяя этому, и когда увидел результат, то понял, что нужно разбираться более подробно. И уже через на третий месяц, когда вышел на доход более 20 тысяч гривен, то я понял, что мне это интересно, я готов в этой отрасли разобраться и идти и попробовать дальше. Почему? Потому что первое, есть люди, за которыми есть куда идти, второе, есть продукт и есть ниша, в которой ты можешь развиваться. Но без самого главного успешным не станешь в этой индустрии по одной причине есть правило. Если ты хочешь достичь чего-то, помоги другому человеку достичь 100% того, что хочет он, тем самым ты поможешь себе. Вот это, кстати, интересный нюанс. Насколько вот я понимаю классический бизнес и консультировал уже разные предприятия и руководителей, вот это особые взаимоотношения старшего с подчиненным, заказчик-подрядчик, они там на самом деле бывают разные, ну, начиная от бестактности, хамства, и никто никому ничем не обязан, и многие руководители даже имен своих подчиненных не знают, корпоративов не проводят, тимбилдингом не занимаются, и, в общем-то, я начальник, ты дурак. Их оттаить, этого добра хватает. А тут, получается, вы говорите, что особая культура отношений, поскольку нет начальников, нет подчиненных, и, соответственно, все, ну, как там было в МММ, партнеры. Ну, в МММ партнеры, это есть, вы просто вспомнили, да, про МММ, это немножко не с МЛМ, да, там, с правильной, с тем бизнесом связанной. Ну, да. Вот, а если брать в классе, в классике, да, в традиционном жанре, то это действительно так. Потому что вы приходите, и когда действительно тот человек, которого вы выслушали, и вы поняли, что вы хотите попробовать, и вы хотите в этом разобраться, вас обучат и планированию, вас научат и правильно постановке целей, их достижения, прописав даже время, сколько на это нужно тратить, чтобы достичь этого. вы у себя там, ну там, если мы возьмем пример предпринимателя, он привязан к тому, чтобы каждый день к нему заходил человек и покупал что-то, и от этого оборота он заработает, ну, свою наценку, которая есть на данном виде, товар. то в сетевом бизнесе человека нет наработки часов, а у него есть также принцип, он совершает товарооборот, ну, больше с точки зрения, наверное, построения потребителей, которые с удовольствием приходят и покупают. Потому что у многих людей заблуждение, что нужно ходить продавать. Есть компании, где непосредственно используют прямые продажи. Вот. Мне нравится принцип, где непосредственно есть организация построения товарооборота. Это немного другое. Почему? Потому что организовать потребление намного проще. Вы, я, да, мы с тобой, и мы уже организовали какое-то потребление. А ежемесячно продавать это и, ну, очень сложно, потому что не все продажники, и многие люди могут прийти и сказать, я не умею так, как ты говорить, я не умею так, как ты продавать. А очень, ну, золотое правило в сетевом бизнесе, чтобы он был легко дублирован, повторяем. То есть, чем проще тебя повторить, тем больше людей будут смотреть в эту сторону, чтобы именно, себя попробовать в этом направлении. И самое главное, чтобы наши радиослушатели для себя тоже уяснили разницу, что есть какой-то стартовый капитал, но он минимальный. Это не такие затраты, когда вы хотите что-то очень глобальное открыть. И у меня есть такие партнеры, которые на сегодняшний день используют только обучение и развивают свое классическое предпринимательство. и очень после там буквально 6-7 месяцев, говорят, я столько дефектов в своем предпринимательстве нашел. Совершенно по-другому используют. То есть, знания, полученные в MLM при общении с людьми... Люди используют в жизни, совершенно верно, потому что это вырабатывается стиль жизни. Ну, это... Вы меняетесь, и, как говорится, хочешь поменять мир, начни менять себя. Когда вы меняетесь, то вы понимаете, к чем вы можете уже помочь другому человеку, потому что вы видите, какую ошибку допускает он сегодня. Насчет стартового капитала я однажды, да, как-то задался вопросом построить в Ялте там небольшую кафешку там в одном месте. Я так посчитал по кругу там, ну, тысяч 250 долларов, начиная там с ремонта персонала, закупок и так далее. Ну, то есть, серьезные деньги. А о каких цифрах стартового капитала может идти речь вот сегодня, сейчас, здесь, в Крыму, для того, чтобы войти в этот бизнес? И как, например, молодым там студентам, людям, пенсионерам, которые в первый раз об этом слышат, да, как это все произвести? Что сделать сейчас, что потом? Ну, все зависит от того, что в любой компании нужно будет делать какой-то определенный товарооборот. Вот, только принцип того, что и первым вложением, да, то, что люди считают, вы покупаете продукты компании для себя. Не имеет значения, что вы купили, там, от посуды до витаминов или, там, зубной пасты личной, гигиены, вы купили это себе. И вот люди заблуждаются и очень много денег вкладываю во что-то. Но возьмите, посмотрите маркетинг-план компании, то есть, ну, компенсационный план, то есть, по выплатам. И посмотрите, что если вы начнете правильно, как вам рекомендуют опять люди, которые успешные, которые зарабатывают, вы можете спросить, что мне нужно для того, чтобы я начал зарабатывать, например, 100 тысяч рублей. И вам человек скажет, что начни вот так. Люди не хотят начинать там, как некомфортно, все привыкли, как комфортно. Но это изоблуждение очень многих людей. Только там, за зоной комфорта происходит рост с человеком, происходит, ну, действительно изменение всего. И вот ключевым является, что, если взять цифры, ну, до 1000 долларов, до 1000 долларов можно начать свое предпринимательство, именно свое предпринимательство, и за первый год можно заработать и не один десяток тысяч долларов. Там, в рублях, можно и первый миллион заработать. Все в зависимости от того, какая компания, какой продукт и как человек построит свою, ну, наверное, свою даже карьеру, правильно бы сказал, также в плане роста, какую он бы захотел структуру иметь, в каких странах. У меня товарооборот не в одной стране и происходит на сегодняшний день. И это очень прекрасно, потому что ты уже можешь не бывать в других странах, а там постоянно идет потребление, потому что люди просто пользуются продуктом. А эти люди в систему введены персонально? да, они как обычные потребители. Ну, здесь невозможно сказать, что придет человек, ты говоришь, все, ты успешный. Ну, потрогал, я чувствую, да, температура твоего тела говорит о том, что ты будешь богат. Нет, ну, это же, ну, реальность. Везде человеческий факт будет присутствовать. Понятно. Ну, у нас уже остается не так много времени. Хочу подвести короткий итог. Сегодняшние бизнес-технологии были посвящены достаточно особенно отдельно стоящему бизнес-направлению, которое называется MLM или сетевой маркетинг. Это особая концепция маркетингового продвижения. Это не вертикаль, когда производителя через оптовые там какие-то посредники, через оптовых посредников доходит до розницы и продается. а это когда все члены цепи от производителя до конечного потребителя являются горизонтальной цепью, сетью. И, в принципе, не обмани ближнего, не забудь про дальнего, а каждый друг друга учит, обучает, потому что от благосостояния каждого члена сети, насколько я понял, да, зависит и твое в том числе. Каждый заинтересован в финансовом благополучии. Да, и получается, каждый плечом поддерживает друг друга. С точки зрения маркетинга, а мы тут, оказывается, сели два маркетолога, которые проработали в отделах маркетинга в разных компаниях, в дистрибьюции, и там, и сотрудничали с супермаркетами и так далее. Мы вот перед эфиром обсудили там ряд проблем, связанных с продвижением, с разными бизнес-направлениями, и мы пришли к выводу, что действительно MLM, ну, как пришли к выводу, я согласился с этим тезисом, что MLM – это просто отдельная концепция продвижения, она очень комфортная, она не требует больших капитальных затрат на входе, что может быть просто полезно, например, людям, которые учатся, студенты, которые, ну, живут на шее у родителей, но при этом имеют какие-то деньги небольшие. До штуки, до тысячи долларов, я так понимаю, что это даже долларов 300-400, и можно уже даже пробовать чего-то в этом деле добиться, особенно если иметь круг коммуникаций, иметь социальные сети, ВКонтакте, в Фейсбуке, иметь круг общения, попробовать на себе, рассказать свои впечатления, и все равно люди в супермаркетах тратят и на гигиене. Рекомендация, она была, если будет. Да, 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 то есть сделай, как я, получается. Совершенно верно. Да, и дальше по цепи, в общем-то, возникает товарооборот, из которого вы уже можете и зарабатывать, и при этом продолжать потреблять всю ту же зубную пасту, которую вы все равно потратите деньги в супермаркете. То есть другие условия потребления. Мне показывают, что осталось две минуты. Хочу сказать, что наша программа «Бизнес-технологии», мы на самом деле стараемся раскрывать секреты для людей, которые интересуются бизнесом. Мы будем приглашать в нашу программу юристов, мы будем приглашать адвокатов, мы будем приглашать педагогов, действующих тренеров, бизнес-тренеров, людей, которые занимаются различными видами деятельности. Мы будем даже приглашать, ну, репетиторов, которые там обучают школьников для поступления. Мы будем касаться, стараться, касаться различных бизнес-направлений в республике. Наша главная цель сделать так, чтобы благосостояние в каждом домохозяйстве, есть такой статистический термин, то есть дом, в котором живут несколько поколений, ну, семья, дети, там папа, мама, может быть, дедушка, бабушка, как экономическая единица, называется домохозяйство. И вот благосостояние домохозяйств в республике Крым для нас является первостепенной целью, а поскольку благосостояние напрямую завязано на содержимое, как бы это мягче сказать, верхней части туловища, и на знание, и умение, и навыки, которыми располагают члены домохозяйства, то наша программа, в общем-то, в целом и будет заниматься вот этим вот бизнес-просвещением. Мы будем рассказывать о навыках, о техниках, о технологиях, о связях, о бизнес-схемах, о логистических схемах, и в связи с этим хочу сказать, что наша программа приглашает действующих предпринимателей, которым есть что рассказать к нам в эфир для того, чтобы о достижениях, об успехах узнали все граждане республики Крым. Это были бизнес-технологии. Спасибо за внимание. Встретимся с вами уже на следующей неделе.